Первое сообщение делает Татьяна Сергеевна Семенова. Оно будет освещено исследованию профессионального материала биопухолек желудка в рамках концепции эмбрионально-ориентированной хирургии. Добрый день, как уважаемые коллеги, как уважаемая Алина Сергеевна. Я представлю вам свою презентацию по поводу исследований рамок желудка. Прежде чем мы в полную коснемся морфологического исследования, я предлагаю коротко вспомнить классификацию рамок желудка. Итак, есть классификация МИНГО, которая грубо делит опухоли на экзофитные и инфектрирующие. Есть классификация Всемирной организации здравоохранения 2010 года, которую мы пользуемся в своей работе. И есть промежуточная классификация, она достаточно старая. По уровню, которая выделяет три типа кишечной, диффузной и смешанный тип, который объединяет в себе свойства первых вышеназванных. Есть классификация по Борману, выделяющая четыре типа. И классификация Японской ассоциации по изучению рака желудка, которая объединяет четыре бормановских типа. И классификацию раннего рака желудка, которую используют в своей работе специалисты эндоскопии. Мы пользуемся этой классификацией, так как она позволяет описывать макропрепараты и резисцированного желудка и материалы, полученные методом диссекции в подслизистом слое. И есть также молекулярно-генетическая классификация, наверное, уже всем известная иллюстрация, которая в этой классификации опухоль и желудка делятся на четыре типа в зависимости от тех генов и сочетаний генов, в которых происходят те или иные генетические и эпигенетические изменения. Но несмотря на то, что есть безусловные успехи в понимании молекулярно-генетических закономерностей и дающих возможность назначения таргетной терапии, все же на данный момент основными прогностическими факторами являются характеристики самой опухоли. И это видно на графиках и зависимость выживаемости от общей стадии и от стадии в категории Т и от стадии в категории Н. Так как в нашей стране нет утвержденных протоколов исследований, мы пользуемся рекомендациями Американского колледжа патологов и японскими рекомендациями. Итак, первым этапом макроскопического исследования удаленного препарата желудка является подготовка макропрепарата. И на данном этапе мы очень тесно сотрудничаем с хирургами нашего абдоминального отделения, потому что именно хирурги могут помочь в детекции групп лимфоузлов, поставить те или иные задачи, которые выходят за рамки стандартного исследования, могут обратить наше внимание на те или иные особенности индивидуальные. Итак, производится вскрытие желудка по большой кривизне. Если же опухоль располагается на большой кривизне или близко к ней, то есть альтернативный маршрут. Вскрыть желудок можно по малой кривизне. Затем он раскалывается на планшете при помощи булавок и подвергается фиксации. Мы рекомендуем подвергать фиксации препарат не менее 24 часов, хотя есть рекомендации 12 часов. Но на самом деле практика показала, что лучше вообще увеличить время фиксации до 48 часов, так как хорошо фиксированный препарат гораздо удобнее вырезать. И формалин в разной степени воздействует на ткани различной плотности. И после хорошей фиксации просто удобнее вырезать препарат, так как это позволяет забрать стенку желудка, забрать все слои стенки желудка, так как они должны попасть в гистологический препарат. И это позволяет в дальнейшем наиболее достоверно оценить уровень инвазии. Вот как раз примеры. На левой фотографии вы видите не совсем адекватно фиксированный препарат. Мы видим, что стратификация нарушена, участок стенки желудка фрагментирован. И на фотографии справа это хорошо фиксированный препарат. Мы видим все структуры, все слои сохранены. Далее производится вырезка операционного материала. Это зависит от типа и локализации опухоли. Если она находится достаточно близко к одному из краев резекции, то в работу берутся пластины опухоли с этим прилежащим краем резекции, перпендикулярно ему. Ой, извините. На этой иллюстрации показана схема забора опухоли с прилежащим краем резекции. Если опухоль расположена достаточно далеко от краев, то они забираются параллельно. И опухоль уже набирается пластинами с прилежащими участками макроскопически неизмененной стенки желудка для того, чтобы впоследствии можно было оценить фоновый процесс, энтромоказальное распространение опухоли. Особого внимания заслуживают опухоли от пациентов, прошедших неодевантную полихимиотерапию. В работу должна быть взята вся резидуальная опухоль, так как градирование степени лечебного патоморфоза основывается на оценке жизнеспособной опухолевой ткани. И для того, чтобы достоверно оценить степень лечебного патоморфоза, должна быть исследована вся опухоль тотально. Вырезается участок стенки желудка, затем нарезается перпендикулярно через каждые 3 мм, полностью берется в работу. Вырезка лимфоузлов по группам осуществляется в соответствии с японской классификацией, напомню, в этом этапе нам помогают хирурги. И далее исследует проводка микротомии в стандартных режимах и формулируется патолого-анатомическое заключение, включающее гистологический тип опухоли в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения 2010 года, степенью дифференцировки, уровень инвазии, наличие переинтраневральной и сосудистой инвазии, оценивается степень лечебного патоморфоза, в соответствии с визуально-аналоговой шкалой, рекомендованной японским обществом по изучению рака желудка, описывается статус краев резекции, статус лимфоузлов, причем указывается и количество лимфоузлов в каждой группе, и количество метастазов в них. А также оценивается распространение опухолевых клеток в жировой клетчатке. Имеется исследование Керенского института японского, было проанализировано 37 случаев рака желудка, и в этом исследовании патологи подвергли тотальному исследованию, извиняюсь за тавтологию, жировую клетчатку малого и большого сальника. И было выявлено три типа опухолевого распространения. Это свободные опухолевые клетки в жировой клетчатке, это опухолевые эмболы в лимфатических сосудах и выход метастаза за пределы лимфоузлов. Я уже больше года занимаюсь исследованием макропрепаратов желудка. Через мои руки прошло уже более сотни желудков после тотальной гастректомии, парциальной. И мы решили сравнить клиническую стадию и патологоанатомическую. Для чистоты статистики из анализируемых случаев были исключены пациенты, получившие неодиевантную полихимиотерапию. И, в общем, на диаграмме можно видеть результаты нашего статистического анализа, видно, что в 25% случаев стадия не изменилась, в 36% было изменение в стадии Т, в 14,5% изменение коснулось категории Н, в 24% было изменение двух категорий, и один случай, 1,5% – это изменение стадии во всех трёх категориях. Если бы мы не исключили из статистики те случаи, о которых я сказала выше, то этих случаев было бы больше, их 5. И в этих случаях именно появилась категория М, которая появилась благодаря тому, что были обнаружены опухолевые депозиты в жировой клетчатке малого и большого сальников. Именно поэтому, ради этих нескольких случаев, мы так подробно исследуем жировую клетчатку малого и большого сальников. Кроме того, были единичные случаи конверсии стадии СИТ-1 в стадию ПТ-ин-ситу, единичные случаи конверсии СИТ-1 в СИТ-2, поэтому в общем график они не попали. И наибольшего внимания заслуживает категория СИТ-3, в которой наблюдалась конверсия в стадии ПТ-1, 2 и 4. Подобным образом и проанализирована категория Н, также результаты представлены на диаграммах. Как вывод, хотелось бы сказать, что нет ничего невозможного в том, чтобы так подробно исследовать макропрепараты желудков. Но, безусловно, имеет большое значение взаимодействие со специалистами различных специальностей, с хирургами, со специалистами диагностики. И, в общем-то, мы призываем всех к такому мультидисциплинарному подходу. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...